Так мы видим, что в генеральной совокупности все эти предикторы значимы, то есть отличаются от нуля. Некоторые из них с плюсом, некоторые из них с минусом. О чем это говорит? Собственно говоря, мы можем понять, что, допустим, больше всего отрицательно влияет на удовлетворенность работой, как ни странно, переменная head load of energy в течение последней недели. Проверим, почему так. Для этого посмотрим, как она закодирована. Она закодирована прямым образом, то есть с возрастанием кода растет, собственно говоря, энергичность респондента, по крайней мере, в последнюю неделю. Вот оказывается, что люди более энергичные, то есть с повышением на единицу степени энергичности человека падает на 0,22 степень удовлетворенности работой. Степень удовлетворенности работы измерена у нас, опять же, прямым образом. От нуля абсолютно не удовлетворен до десяти абсолютно удовлетворен. Ну вот, то есть, получается, если у одного человека энергичность на уровне, допустим, 3, у другого на уровне 4, то при прочих равных у первого человека будет, допустим, х, у второго человека удовлетворенность с работой будет х минус, соответственно, 0,22. То есть, чуть-чуть сдвиг влево по шкале удовлетворенности трудом происходит при повышении энергичности на одну градацию. Положительно влияет на удовлетворенность с работой, собственно, жизнерадостность респондента. Опять же, та же самая логика. При увеличении на единицу жизнерадостности вправо чуть-чуть на 0,21 сдвигается удовлетворенность с работой. Также очень сильно влияет удовлетворенность балансом между рабочим временем и другими аспектами жизни. Как мы видим, продолжительность рабочей недели здесь отсутствует. Доход домохозяйства влияет гораздо слабее, чем способность распределять время между работой и другими аспектами. Просмотр телевизора влияет слабо негативно на удовлетворенность с работой. Очень слабо влияет...